Сегодня будет видео о крамольных мыслях и действиях, которые неизбежно приведут к умирствлению мотора дизельного мотора. Заключается эта мысль в следующем. Люди, желая экономить, когда им надо менять распылители на форсунках, дело хорошее, начинают искать распылитель. Китайских ставить не хотят, конечно, потому что китайцы качество не очень хорошего распылителя и начинают выдумывать, как поставить распылитель от чего-то другого, более качественный, от другой техники, другого какого-то производителя. И начинается. Вот я там нашел от Ford Escort. Такой точно, вот такой точно взял в руки, вот такой точно распылитель. Вот один в один поставил, работает. Второй от Mercedes Sprinter. Вот тот взял, вот посмотрел, один в один. Один в один подошел, встал в корпус, все как надо. Это чудесно все. И все бы это было чудесно, но это не очень чудесно. Значит, в интернете не составляет проблем найти табличку с расшифровкой формулы распылителя. Что такое формула распылителя? Показываю. Вот это вот мой новый распылитель на трактор, купил я. Он китайский. Бошевских там всяких покупать я не стал. Хотя они есть, и купить их в принципе можно. Они дороже. Вот открывается он здесь, вот так вот сдирается. Вот этот вот хомутик специальный. Раз, и он открывается. Но так как у меня есть желание сберечь саму капсулку, поэтому я буду вот такой вот извращенной форме это делать. Так вот, это распылитель мотоблок. 175-го мотора. Вот. Все распылители стандартизированы, потому что корпуса форсунок стандартизированы. И форма внешняя, наружная. Многих распылителей совпадает. Но не совпадает у них формула распыления. Что такое формула распыления? Если открыть инструкцию по мотоблоку, там есть такая формула. Собственно, вот она. Как бы так, чтобы показать. Здесь не Z первая буква, а первая буква D. Давай показывайся. Ну, если видно. Dn4s1. Может быть света будет виднее. Да, виднее. Вот. Давай фокусируйся. Dn4s1. Это формула распылителя. Формула распылителя может отличаться. При том, что корпуса одинаковые. Здесь может быть Dn0s1, Dn0s2, Dn0s3, Dn8s1. И все эти распылители не подойдут на мотоблок. У которых формула другая. Почему не подойдут? Не подойдут по той причине, что мотор рассчитывается и конструируется под определенный тип сгорания. Его камера сгорания конструктором закладывается так, что в ней может работать распылитель только с такими характеристиками. Только с такой формулой. Только с таким факелом распыла. И только в этом случае топливо будет сгорать нормально, так как рассчитал конструктор. Если поставить распылитель с другой формулой от Ford S-Core допустим, то факел распыла будет другой. И смесь будет воспламеняться по-другому. И характеристики мотора будут другие. Но при всем при этом мотор в принципе будет работать. Но на что это повлияет? Повлияет это на следующее. Во-первых, мотор может продымливать. Если он дымит, значит смесь горит неправильно. Когда он дымит, откладывается сажа на внутренние поверхности цилиндра, поршня и камеры сгорания. Неправильно горит топливо, значит нету мощности на моторе. Нету мощности на моторе, значит топливо надо сжечь больше. Начинает греться мотор. И конечно метёг все это приведет к очень плачевным результатам, о которых будет другое видео. Вот такое его дела. В общем, моральца и басни такова. Все распылители по-наружи одинаковы. Но у всех у них разная форма распыла, зависящая вот от этого вот кончик. Как его конструктор заложил, как его сделали, такая будет и формула распыла. Кто смотрел видео по ремонту форсунок, то там была форсунка от мотоблока 3060, у которой формула распыла была ДН0. И вот та форсунка распыляла тоненьким-тоненьким пятнышком. Эта форсунка распыляет более толстым пятнышком. В общем, можно посмотреть наглядно и увидеть. Ну теперь табличка есть, можно посмотреть в интернете. Ну, посмотрим на маркировку. Что это за распылитель? Для наглядности возьмем еще вот такой вот распылитель. Бошевский. Внагодырчатый. И начнем смотреть их маркировку. Значит, первые две буквы они могут на распылителе стоять, могут не стоять. Первые две буквы означают клеймо производителя. Завод-производитель. Каждый завод ставит свои буковки. Они ничего, в принципе, для нас не значат. Этих буквок может вообще не быть. Вторая буковка. Первая. Буковка Д. Вот она. На этом распылителе. Буквка Д. На этом распылителе первая буковка Д. Означает она, собственно, что это распылитель. Вторая буковка. На этом распылителе это буковка Н. Вот она. На этом распылителе это буковка Л. Букавка Н означает, что это штифтовый распылитель. Вот он штифт. Видео чем отличаются штифтовый многодырчатый распылитель тоже было. Тоже можно посмотреть. В этом стоит вторая буковка Л. Она означает, что это многодырчатый распылитель. В нем много дырочек. Третья буковка в этом распылитель. в этом ее нет. Третья буковка L, она означает что это длинный распылитель, вот этот носик длинный, потому что бывает в распылителе с носиком коротким, с таким вот, здесь носик длинный, поэтому третья буковка L, long, длинный. Четвертая буковка здесь, а в этом распылителе такой буковки нет. Буквка A означает, что это распылитель, у которого фиксированные положения в цилиндре, то есть что это означает. У этого распылителя есть внутри канавка, такая вот проточка, вот этот распылитель в корпусе можно поставить как угодно, все равно солярка зайдет в эти три питающих отверстия и придет конус, без проблем. Как хочешь, так этот распылитель и став. Этот распылитель так ставить нельзя, он строго фиксированный по цилиндру и дырочки у него строго фиксированы по объему цилиндра, то есть они направлены. Здесь для дурака есть две дырочки для штифтов и одно питающее отверстие. Когда его ставишь в корпус форсунки, штифтики попадают с дырочками штифтика и питающее отверстие попадает с питающим отверстием. Вот так вот. Защита от дурака. По-другому поставить не удастся, не совпадает, потому что штифты смещены. Вот эта буква А означает, что этот распылитель строго позиционирован расположением по цилиндру. У него нет этой канавочки проточечки питающей, но есть штифты для строго расположения по цилиндру. Дальше идем. Дальше идет самая основная циферка, которая должна нас интересовать. В этом распылителе сто пятьдесят восемь. В этого распылителя четыре. Вот четверка. Что это означает? Это означает, что распылитель распыляет струю топлива конусом в четыре градуса. Делает пятно четыре градуса. Если бы здесь стоял ДН 0, это означает, что распылитель распыляет струю топлива с конусом 0 градусов. То есть просто струйкой. И в том видео по ремонту форсунок видно, чем отличается пятна. Соответственно здесь сто пятьдесят восемь. Это означает, что солярка из каждой дырочки уходит под углом сто пятьдесят восемь градусов. И вот именно по этим градусам распылители не подходят от эскортов, спринтеров и всякой другой техники. Должен стоять именно распылитель с такой формой. Потому что эти градусы заложены конструктором. И они очень важны при работе мотора. И на его сказывается ресурс. Второй. Следующая циферка. Букавка. Здесь стоит буковка П. Здесь стоит буковка С. Вот. Что за буковки? Эти буковки означают наружный диаметр распылителя. Букавка С. Здесь допустим П буковка. Она означает 14,3 миллиметра. Вот 14,3 миллиметра. Букавка С на этом распылителе означает, что это распылитель с диаметром наружным 17 миллиметров. Вот они. 17 миллиметров. Чуть меньше. Разобрались с этой буковкой. Последняя буковка. Циферка. На этом распылителе это единица. На этом распылителе это 456 дробь. Эта циферка последняя и все последующие буквы за ней означают модификацию распылителя. При всем при том, что конус распыла может совпадать. Допустим ДН4 быть. Размер С. Но после буковки С может идти разные циферки. Здесь допустим 1, может быть 2, может быть 4, может быть сколько угодно их модификаций. На что оно влияет. Буквки эти могут означать. Диаметр иглы. Модификация. Здесь допустим диаметр 5. Может быть диаметр 6 миллиметров. В этой форсунке допустим по моему 4 с половиной диаметр. Если мне память не изменяет. На бошевский 4 с половиной. Изменяет. 4 ровно. Да. 4 ровно. Изменила память. Диаметр собственно конечно немножко влияет на характеристику работы распылителя. То как он распыляет. Но не критически. Что 5 миллиметровый, что 6 миллиметровый. Диаметр иглы в принципе ставить можно. Нюанс ситуации состоит в том, что когда игла 6 миллиметровая. То в корпусе она набивает 6 миллиметровое пятно. И потом когда ставишь 5 миллиметровую иглу. То по этому месту может быть утекание солярки. Но не факт что она будет. В принципе использовать можно. Но лучше конечно если стояла 5 миллилитровая игла. То поставить 5 миллиметровый. Но не критически. Еще один параметр модификации это. Ход иглы. Вот этот. Он в принципе составляет 0,6-0,8 миллиметров. И ход иглы тоже закладывается в модификацию распылителя. Здесь ход иглы регламентируется устройством самого распылителя. Вот иголочка опускается ниже кромки. Поднимается к кромке. Упирается в корпус форсунки. И это есть величина хода иглы. Здесь вот ход иглы. Совсем манипусенький. Манюсенький, манюсенький. Где-то одна десятка от силы. Упирается вот в эту проставку. Разница в ходе иглы. Здесь совсем маленький. А здесь около 0,6 миллиметров. Бывает распылитель, у которых ход иглы по распылителю, по конструктору распылителю совсем нулевой. У них ход иглы регламентируется или проставкой, или формой самого корпуса. В корпусе есть вот такая выемка, в которую входит иголочка. И там ход иглы зависит от корпуса. В общем, множество факторов, множество параметров распылителя есть. И не все распылители, если они похожи по наружу, одинаковые. Если они похожи, это не значит, что они одинаковые и подходят на вашу технику. В общем, дело хозяйское, дело каждого. Но если хотите, чтобы ваш мотор ездил долго и счастливо, то перед тем, как ставить о какой-то технике распылители, посмотрите, подходят ли они. Иначе угробите свой мотор и счастья не будет. Ну а то, какие каталожные номера подходят на технику, я дам в следующем видео. Я их когда-то подбирал и я их дам, мне не жалко. Пользуйтесь. 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 Продолжение следует...